Она просто держит ее, открывает, у нее так шмяк и падает. Ох, какая ж красотища. Я как человек зажравшись. Тени давно уже стали каким-то гэ. Я вот Анастасию могу купить за 42 доллара. Нет, я буду повторять макияж Наташи. Фиг ли, блин, покупать, когда там тени разваливаются? Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на вот эту вот палетку Наташи Динона Эрис. Наташа Динона это всемирно известный визажист, который занимается не только макияжами, но и выпускает, как вы уже поняли, свою марку косметики. И отличается эта косметика своим потрясающим качеством и ценой. Наташа Динона выпускает одни из самых дорогих теней в мире. У меня уже есть обзор на вот эту вот палетку Наташи Динона Лила. Если не видели, обязательно посмотрите. А сегодняшняя палетка, как заявляет Наташа, очень отличается по качеству. И тени здесь ни на что не похожи, даже ни на какие тени Наташи не похожи. И это мы с вами сегодня и проверим. Я сегодня сделаю этот и еще один макияж. Постараюсь не растянуть видео на очень долго, но не обещаю. Если что, будут тайм-коды в описании к видео. Если не хотите что-то смотреть, можете нажать и видео перемотается на интересную вам часть. Также покажу вам свочи и выскажу свое мнение. Нужна ли эта палетка или не нужна? И стоит ли она своих денег или нет? Итак, начну я с того, что я очень долго мечтала попробовать тени Наташи Динона. Я, наверное, во всех видео это буду говорить, но я не устану это повторять. Я мечтала ее попробовать, но из-за того, что тени очень дорогие, у меня все время какие-то непредвиденные траты находятся, собиралась это сделать немного позже, потому что в данный момент у меня, ну, не было возможности ее приобрести. И моя подписчица Татьяна предложила, а я не смогла отказаться, предложила попробовать тени Наташи Динона, которые есть у нее. Это палетка Лила Эрис и палетка Джоя, на которой будет тоже отдельный обзор с макияжем. Мне очень самой было интересно вообще, что же это за тени, которые стоят так дорого, потому что большая палетка вот эта Лила стоит 129 долларов. Маленькие палетки стоят по 48 долларов. И по мне вообще изначально 5 оттенков теней за 48 долларов это очень дорого, и я никогда не понимала, что же там за тени такие могут быть, которые столько стоят. Но именно палетку Эрис, если бы Татьяна мне не прислала, я бы ее точно не купила. Даже не из-за цены. Даже если бы у меня были на нее деньги, я бы купила какую-то другую палетку Наташи, потому что мне эта цветовая гамма не слишком уж прям вот нравится, не слишком прям уж там вау. Какой-то восторг у меня, глядя на нее. Вообще изначально был, когда я смотрела там канал Наташи Динона, когда я смотрела ее посты в Инстаграм. Именно конкретно, если взять меня и мою внешность, я понимала всегда, что мне эта цветовая гамма ну как-то не особо. Плюс ко всему у меня есть более дешевый вариант. Конечно, сравнивать их вообще никак нельзя, но у меня есть похожая отдаленно цветовая гамма. У меня есть вот такая вот палетка Сахарен 2, на которой я все никак не сниму обзор, все макияжи снимала, обзор еще не сняла. Мне не сильно нравится эта палетка, потому что это не моя цветовая гамма. Так что сегодня я буду делать макияжи, которые вы вряд ли можете увидеть на моем канале до или после, возможно, этого макияжа, потому что я оранжевые оттенки не сильно-то люблю. Но мне же нужно вам показать вообще, что можно сделать этой палеткой, вообще что там за оттенки. Продолжение следует... Здесь, конечно, нельзя сказать, что очень похожие оттенки, но что-то очень отдаленно похожее есть. То есть что здесь может быть похожего? Как вы думаете? Ну, на первый взгляд кажется, что здесь похожи вот этот голубой и вот этот голубой. Это абсолютно не так, потому что вот этот – дуахром. Затем, глядя прям вот в рефилы, ну, я могу сказать, что похожи точно рыжие оттенки. И то у Наташи он как-то покраснее, покирпичней. У Наташи Динона очень своеобразные макияжи, очень красивые, но очень своеобразные, которые в жизни подойдут вообще далеко не всем. Понятное дело, что на этих красивейших моделях, которые у нее снимаются, на которых она делает макияжи, которые, ну, на мой взгляд, в основном рекламы ее косметики, с правильным освещением, с правильным профессиональным оборудованием, естественно, все вот это вместе будет хорошо смотреться. Что я имею в виду? Помимо техники Наташи, которую используют далеко не все, и которая, ну, для меня она не очень приемлема, я немного в другом порядке наношу тени, потому что так привыкла, мне так больше нравится. Если даже откинуть вот эту технику нанесения тени Наташи Динона, кроме этого, одна из особенностей ее макияжа состоит в том, что она может нанести абсолютно любой оттенок в складку, то есть в реальной жизни, вот если откинуть все эти съемки красивые, портфолио, видео и так далее, то в реальной жизни не очень хорошо затемнять складку, например, каким-то перламутром, вообще в любом возрасте, и даже когда вы очень молодая девочка, у вас нет никаких морщинок, а уж если вы постарше, есть какие-то вообще еле заметные морщинки, уж тем более ни в коем случае нельзя затемнять складку каким-то перламутром, перламутром, потому что он будет подчеркивать все, даже то, чего нет. Поэтому я не знаю, насколько у меня сейчас хорошо, правильно, как у нее получится макияж, плюс ко всему у меня совершенно другая внешность. У меня по сравнению с ее моделями, которые снимались вот именно в макияжах этой палетки, у меня светлая кожа. Если вы смотрели ее инстаграм, либо ютуб, то именно вот если взять Наташу Динону, она этой палеткой красила только девушек со смуглой кожей, и это неудивительно, потому что вот этот оранжевый очень яркий цвет, он здесь единственный матовый, она его использует в качестве растушевки на нижнее веко. Да, матовый здесь есть, но он очень яркий, и для девушек, у которых светлая кожа, он будет выглядеть прям слишком вызывающим для кого-то. Все-таки это не такой нестандартный растушевочный оттенок, нестандартный оттенок для складки. У девушек, на которых Наташа снимает эти макияжи, у них смуглая кожа, и на смуглой коже все смотрится очень гармонично, то есть для девушек с такой вот прям коричневой-коричневой кожей, он, ну, практически неудовый. Ну, не неудовый, конечно, но для затемнения складки он прекрасно подходит. И это предыстория, чтобы вы понимали, что макияжи с этой палеткой подойдут далеко не всем, точнее, понравятся далеко не всем. И я поэтому не стала делать знаменитый самый макияж Наташи, где голубой вот этот по всему веку, на контрасте это, конечно, очень красиво, но, во-первых, я сероглазка, голубоглазком-сероглазком, голубой цвет не подчеркивает оттенок глаз, он как-то блекнет наоборот. И девушкам с карими глазами такой макияж подойдет гораздо больше. Вот тот, который я сегодня делать не буду. Да и, в принципе, зачем его делать, если Наташа очень хорошо везде... Ну, по-моему, все видно хорошо, как его вообще можно сделать. Более того, не все смогут тот макияж повторить, потому что голубой и рыжий, здесь нет переходного какого-то оттенка, и можно просто себе сделать грязь. То есть с контрастными тенями получается всегда очень красивый макияж, но должен быть какой-то переходный. То есть если бы был какой-то коричневый, либо если вы возьмете, у вас есть такая палетка, вы будете делать этот макияж, и возьмете какой-то коричневый в качестве переходного между оранжевым и голубым, то получится хорошо, красиво. И коричневый с голубым тоже отлично сочетаются. Но если вы светлокожая девушка, если вы будете делать такой вот контрастный макияж, не используя какого-то переходного, то может получиться грязь, может получиться как-то нелепо, некрасиво, и даже дешево. Далеко не всем идет такое вот сочетание оттенков. Я попробую сейчас сделать сначала один вариант макияжа Наташи, который мне понравился. Но опять же, на девушках с темной кожей он выглядит именно нюдовым. Прям вот очень красивым нюдовым, сверкающим. Как он будет выглядеть на мне, мы сейчас с вами посмотрим. И я попробую повторить именно то, что делает Наташа. Я имею в виду и перламутры какие-то, дуахромы наносить на складку, но я не уверена, что это будет на мне выглядеть красиво. И уж тем более будет в реальной жизни выглядеть красиво. И первым в этом макияже Наташа предлагает использовать оттенок Red Bronze. Я тоже это сделаю. И я буду делать это не пушистой кистью, как Наташа, потому что, ну, по мне, этот оттенок не очень нанесется пушистой кистью. Я нанесу вот этой стороной кисти Анастасия. Она достаточно пушистая, но она и достаточно плоская для подобного оттенка. По мне, так лучше всего этот оттенок, конечно же, нанесется пальцем, но пальцем в такое место не очень удобно. И вот на девушке, на которой она делает макияж, на девушке со смуглой кожей, этот оттенок смотрится как такой какой-то персиковый, немного оранжевый, какой-то персиковый-оранжевый, но достаточно натуральный. На мне же, из-за того, что у меня совершенно другая кожа, он выглядит красным, кирпичным, с блестками. И хочу вам сказать, в отличие от большинства марок, в которых оттенки с блестками осыпаются, либо под глазик, либо их просто не видно навеки здесь, даже кистью они переносятся отлично. Их видно, и они не сыпятся. Но все равно, мне не очень нравится, как наносится кистью. Пушистый, так вообще он не будет наноситься нормально. Тут пальцем вот он лучше всего, конечно. Далее Наташа предлагает использовать оттенок Peach Bronze в качестве такого переходного, немного растушевочного. Опять же, делаю это пушистой кистью. Я это сделаю плоской кистью. Нет, мне так не нравится. Я буду пальцем. Это очень полупрозрачный оттеночек. И в нем много-много-много блесточек. Он такой прям эффект мокрого века создает. На ощупь он совершенно ну, такой, я бы не сказала, что прям крем-кремовый, как будто бы не интенсивный на ощупь. Но наносится опять же, ни одна блесточка не сыпется, не падает, все прилипает к базе. И даже наслаивается на предыдущий оттенок, ну, практически не осыпаясь. И, как я понимаю, даже вот этого матового растушевочного Наташа здесь не добавлять. Она предлагает просто растушевать пустой кистью, что я сейчас и попробую сделать. Ну, в мою кожу он все равно не втушуется прям вот идеально, потому что для меня он слишком красный, слишком яркий. Смотрите, я надеюсь, что видно, что вообще ничего не осыпалось. Блестки, конечно, когда на них попадаешь, они разносятся. Вот здесь у меня выше разнеслись. Очень интересная формула. Я пока ничего подобного не встречала. Действительно, тени Наташ Динон отличаются от других, и тени вот в этой палетке отличаются от Лила. Ну, что, насколько это возможно, я растушевала оттенок с блестками, но побочный эффект у меня все вот здесь в блестках. И вообще, конечно, хочется сделать более плавную тушевку в кожу каким-то другим оттенком. Нет, я буду повторять макияж Наташи. Как-то не очень равномерно все равно он у меня лег, точнее, подтушевался, и, по-моему, это неудивительно, потому что просто тени, ну, с блестками. Ну, не для того они. Далее, внешний уголок нижнего века Наташа предлагает затемнить единственным матовым оттенком. Вот этим вот оранжевым я тоже это сделаю, но, конечно, на мне это будет смотреться очень ярко, в отличие от темнокожей модели. Я очень легонечко дотрагиваюсь до этого оттенка, прям вот еле-еле дотрагиваюсь, и очень интенсивно он переносится. И его снизу я подтушую чистой, пушистой кистью из козочки. Следующий оттенок, самый первый нюд, который Creamy Crystal, как называет сама Наташа его, и его она наносит пальцем. Обожаю наносить подобные тени пальца. Буду это делать тоже пальцем. Какая ж красотища! Прямо такое влажное-влажное-влажное веко. Его я втушевываю в предыдущий. Там, где неудобно пальчиком, это сделать наношу маленькой кистью. Но пальцем наносится лучше, конечно. Пальцем прям отлично. О, раз-раз и все. Он отлично наслаивается, поэтому я немножечко еще его сверху добавлю. Ну и вот какой макияж получился у меня. Теми же самыми оттенками, нанесенными в том же порядке, по той же самой схеме. Выглядит он совершенно по-другому. И впечатление, что совсем другой палеткой он сделан. Цвета абсолютно другие на мне, потому что, как я уже сказала, внешность другая, а особенно другой цвет кожи. Такой макияж в таких оттенках, неважно, палеткой Наташи Динона либо другой палеткой, подчеркнет очень хорошо голубые, серые глаза. Именно оттенок глаз. Так что эта палетка, она и для кариглазок, и для голубоглазок подчеркнет любой оттенок глаз. Кариглаза подчеркнет, конечно же, этот потрясающий голубой. Вот эти вот кремовые оттенки с блестками, на самом деле, когда их наносишь на век, впечатление, что они не кремовые. И блестки не осыпаются, если не тушевать их кистью. Если тушевать, конечно, они будут лететь в разные стороны. Поэтому я, конечно, повторила макияж Наташи, но сама я для реальной жизни делала бы его немного по-другому. То есть для тех, кто будет его делать, там пытаться его повторить, делать лучше, я считаю, нанести сначала какой-то растушевочный оттенок вот сюда, и тогда будет более плавный переход в кожу. И лучше вот этот красноватый особо не тушевать. Особенно лучше его не тушевать после того, как вы вот этот так называемый переходный в этом макияже нанесли, который называется Питч Бронз, потому что в нем очень много блесток, и вот как раз таки они летят в основном в разные стороны. И сейчас, поскольку я хочу вам показать, как будет выглядеть макияж какой-либо с вот этим вот голубым очень красивым оттенком, добавлю оттенок Ice Blue, этот потрясающий голубой. Если даже не тушевать этот голубой в оранжевый как-то интенсивно, все равно, ну, по мне, не очень красиво получается вот этот переход сразу с голубого в оранжевый. Уж слишком они контрастные цвета. Прям вот как-то, как будто чего-то не хватает, или как будто какая-то немного грязь. Поэтому я, пожалуй, добавлю на переход коричневый, покажу заодно вам, как это будет смотреться. Также это, соответственно, будет смотреться, если вы на всю поверхность верхнего нанесете голубой, затем затемните вокруг оранжевым. Если вы сделаете переходный коричневый, будет намного интереснее, на мой взгляд. Ну, я так считаю. У меня под рукой есть палетка Natural Love To Face, здесь есть коричневый, неважно, каким коричневым вы будете пользоваться, каким-то нейтральным, который ни в красноту не уходит, не в сиреневый, фиолетовый какой-то, просто нейтральный коричневый. Я его наношу на переход от голубого к оранжевому. Смотрите сразу, как преобразилось все. Вот сравните. И этот глазик, и вот этот. По-моему, разница на лицо. Я продолжу коричневый втушевывать в оранжевый, и у меня получится как бы такая тушевка от коричневого в оранжевый. Видите, сразу совсем по-другому. Конечно, сейчас абсолютно не в тему красный оттенок на верхнем веке. Смотрится, мне кажется, очень оляписто. И смягчить границу от коричневого к голубому можно либо вот этим голубым, либо первым оттеночком, который называется нюд. Я, пожалуй, все-таки сделаю оттенком нюд, кистью его вообще мне не получается наносить нормально. И во внутренний уголочек. Пальцем, конечно, по нижнему веку это делать абсолютно неудобно. Любой кистью будет не очень. Голубой этот, голубоглазком, сероглазком вообще не рекомендую. Он сам по себе очень красивый, но на сероглазках, голубоглазках смотрится никак. Кореглазком он очень классный, но вообще оттенок вроде бы, когда на него смотришь, он красивый, но в макияже он сам по себе, этот голубой, именно какой-то немного грязноватый, на мой взгляд. Ну и вот как вот теперь быть у меня два, можно сказать, абсолютно разных макияжа здесь и здесь. Я, наверное, чтобы с голубым и с коричневым здесь нормально смотрелось, затемню сейчас внешний уголок верхнего века вот этим кирпичным. И вот если взять конкретно вот этот матовый оттенок, да, классное качество, все хорошо, но вот таких кирпичных оранжевых их миллион в любых палетках. То есть вот ради него уж точно не стоит ее покупать. Но это только мое очень субъективное мнение. И вы как хотите, но мне хочется добавить в складку коричневый. Добавлю тот же Makeup and Chill из Natural Love to Face. Ну и вот, если взять именно голубой по мне, так вот смотрите, даже вот здесь я затемнила коричневым, здесь не затемнила и смотрится вот здесь гораздо гармоничнее, учитывая, что внизу голубой. А уж если я буду сочетать оранжевый с голубым на верхнем веке, уж по-любому нужен коричневый, мне кажется. Ну и на мой взгляд получилось в итоге гораздо лучше. Тут кое-где, конечно, проглядывает, мне кажется, этот красный, который второй оттеночек, но я уже никак его не могу перекрыть, я уже на самом деле замучила свое левое веко, оно у меня уже болит верхнее. Но вот мне кажется, что с коричневым все-таки было бы лучше, точнее как, если бы сюда просто добавили нейтральный коричневый оттенок. Голубой я всем рекомендую точно использовать с коричневым, не уверена, что с оранжевым из этой палетки, потому что с коричневым сочетание более универсальное и понравится определенно точно. Если не всем, то большему количеству людей уж точно, чем оранжевый с голубым. Не важно, какого цвета кожи, да, если у вас карие глаза, то отлично подчеркнется ваш оттенок глаз, если вы будете использовать голубой на верхнем веке вместе с коричневым. Если же у вас голубые или серые глаза, то подчеркнется ваш оттенок глаз тоже, но если вы будете использовать, как я вот сегодня, голубой на нижнем веке в сочетании с коричневым, а на верхнем у вас будет коричневый, например, разбавленный, ну, к примеру, вот этим вот первым оттеночком. Могу сказать, что по качеству все эти тени, за исключением среднего вот этого матового, отличаются от всех теней любых марок за любую цену, которые я когда-либо пробовала. Я имею в виду прессованных теней. Не беру в счет ни пигменты, ни кремовые, прям кремовые тени, но эти тени не похожи и на них. У меня большая нестыковка в голове, и я в шоке от первого и последнего оттенка, в плане, что это такие мерцающие, прям, правда, оттенки кристалла, как их сама Наташа называет. Они очень красиво переливаются, блестят, это, можно сказать, прям блестки-блестки. Что делают любые блестки, даже жидкие тени с блестками, недавно делала обзор я на стилу и на колорпоповские суперновые, и любые блестки рассыпчатые, и блестки в каких-то матовых тенях других марок, что они делают? Они осыпаются, когда наносишь, особенно, когда наносишь их кистью и когда тушуешь. Отчего я в шоке? От того, что тени Наташи Динона из этой палетки, когда наносишь что пальцем, что кистью, если их не тушевать там в разные стороны усердно, то они реально никуда не осыпаются. У меня вообще большая нестыковка в голове, когда дотрагиваешься пальчиком до этого кремового на ощупь оттенка. Ну, он кажется кремовым. Когда наносишь на веко, кажется, что ты не крем наносишь, а какие-то сухие тени. Блин, почему-то эти сухие тени с блестками, они не осыпаются. Это просто обалдеть. Такой красоты блесток, особенно в прессованных тенях, я нигде не видела, честно скажу. И чтобы они не осыпались, уж подавно я сходила на улицу, побыла под ветром, у меня ничего никуда не упало. Вот что где-то было, где я делала тушевку усердно, да, тенями с блестками, там они как были, так и остались. Но у меня ничего вообще нет под глазами, и это для меня шок. Мне понравились по качеству и все остальные оттенки. В общем, здесь как? Здесь вот этот и вот этот оттенок, это такие вот с блестками, какие-то вот кристаллы, правда, что вроде бы кремовые, а вроде бы и не кремовые. Вот этот кремовый оттенок с блестками, когда его наносишь, блестки почему-то тоже не осыпаются. Это тоже кремовый оттенок, но мне показалось все-таки другого качества, чем даже вот этот. И матовый оттенок, ну классный матовый оттенок, отлично тушуется, все с ним хорошо, но матовыми оттенками, мне кажется, меня сложно удивить. Мне показалось, что похож вот этот матовый оттенок по качеству на тени в палетке Lila. Также он похож по качеству на матовые оттенки, высоко пигментированные, например, в Анастасии и других марках, где есть высокая пигментация. Ну матовый, высоко пигментированный, классный оттенок. Я как не собиралась вообще изначально покупать эту палетку, даже если бы у меня средства на это были, я бы ее, даже после того, как попробовала, именно ее не купила. Потому что мне эти цвета не очень, и я знаю, что я ими буду очень редко пользоваться. Но если бы я была темнокожей девушкой, то мне бы она подходила гораздо лучше, и, наверное, я бы ее захотела. Из этой палетки больше всего мне понравился первый и последний оттенок. Вот если бы они отдельно продавались, было бы вообще замечательно, но мне в них не понравилось то, что их реально наносить только пальцем. Но у меня получилось их нормально наносить только пальцем, что очень неудобно, когда ты наносишь во внутренний уголок или на нижнее веко. Поэтому я однозначно бы палетку не купила, но качество очень классное. Я могу рекомендовать эту палетку, во-первых, тем, у кого есть средства на эту палетку, во-вторых, тем, кому очень нравится вот эта вот цветовая гамма, и, в-третьих, самое главное, тем, кто справится с этой цветовой гаммой. Потому что, как я уже сказала, не каждый сможет сделать красиво, не используя каких-то других, например, оттенков из других палеток, да даже используя не каждый уж чего-то сможет сделать красиво, чтобы не было грязи, используя вот этот оранжевый-голубой. Я сейчас никого не хочу как-то обидеть и так далее, но понимаете, в чем дело? Даже профессиональные визажисты, у которых большой опыт работы, они очень, ну, не часто, я не видела, чтобы часто использовали вот подобные сочетания в своих работах. Как-то разбавить, как-то приукрасть немного по-другому сделать, да. Но именно оранжевый с голубым, ну, это, ну, как-то, ну, не на вкус каждого, как я уже говорила. Стоит ли палетка своих денег? Я считаю, что нет. Конкретно эта палетка не стоит своих денег, на мой взгляд, субъективной, очень субъективной. Это скорее такая игрушка для тех, у кого есть все, у кого есть вообще любых цветов в тени, кто уже не знает, вот хочет вот как-то интересное что-то сделать, да, вот в этом случае, да, кто коллекционирует какие-то дорогие марки, иногда пользуется, любит вообще просто, чтобы лежала косметика, на нее смотреть, а что в этом плохого. Кто что коллекционирует. Порадовать себя любимую чем-то необычным, не факт, что ты будешь пользоваться, да, всем я считаю, что она не нужна. Я считаю, что она вообще мало кому будет нужна в плане использования. Повторюсь, стоит палетка 48 долларов, можно ее купить на сайте Beautylish, больше я что-то нигде не нашла в Америке ее, возможно, где-то еще есть, если знаете где, напишите, пожалуйста. Сайт Beautylish тоже американский сайт, оттуда можно сделать самостоятельно покупку, но у них нет доставки в Россию, вы можете заказать оттуда на свой адрес у американского посредника, вот я так делаю часто заказы. У меня есть отдельное видео на эту тему, про этих посредников, и затем я уже отправляю посылку в Россию, делаю вот так. Если вы тоже такое практикуете, то можете сделать заказ на сайте Beautylish. Также ее можно купить на Sephora, но сами вы никогда ее не купите на Sephora, потому что там нужна американская банковская карта, то есть вам понадобится помощь при покупке. Мало того, что палетка стоит 48 долларов, вы еще заплатите 10 или 20 процентов от стоимости выкупа и бла-бла-бла, в общем, еще за доставку до России. Я имею в виду выкуп через посредника, который в Америке находится, вам понадобится. Здесь, конечно, очень большое количество теней в каждом рефиле, один рефил по 2,5 грамма. Я, честно говоря, сомневаюсь, что такое количество теней истратит не только женщина, которая просто для себя покупает косметику. Я сомневаюсь, что визажистов много, которые столько теней, вот одного оттенка, тем более таких редких оттенков, могут истратить вообще, потому что это очень много. В палетке 5 оттенков по 2,5 грамма, то есть в общей сложности в ней 12,5 грамм. И получается стоимость за 1 грамм 3,84 доллара. Если отталкиваться от цены за грамм, то, в принципе, это не самые дорогие тени. Это не самая дорогая цена теней за грамм, потому что, например, в Анастасии цена за грамм вот в любой из палеток, вот, например, у меня сейчас тут призм палетка. В Анастасии стоимость за грамм выходит 4,2 доллара за грамм, то есть даже дороже. Но, если отталкиваться от стоимости за рефил, за одну штучку теней, которая здесь находится, стоимость за рефил у Наташи вот в этой палеточке получается 9,6 доллара за один рефил. 9, блин, и 6. Это практически 600 рублей. Для сравнения, у той же Анастасии выходит 3 доллара за рефил, но разница просто колоссальная. Кому как, конечно, каждый выбирает для себя сам, но если говорить обо мне, то мне более чем достаточно вот таких рефилов теней, и мне вообще для себя и вообще для работы не нужны тени вот такого вот размера. То есть, по мне лучше в палетке, пусть будет больше оттенков, но там будет поменьше грамм. То есть, в Анастасии каждый рефил по 0,7 грамма, а у Наташи Динона в этих палетках по 2,5. Лично для меня это много. Плюс каждый человек имеет какую-то планку в голове, то есть, больше которой он не готов заплатить там за палетку теней, например, да, ну вы понимаете, о чем я говорю. Ну, я готова на самом деле заплатить за пятерку теней такие деньги, но это должно быть что-то очень сверхъестественное. У этой палетки для меня очень немало недостатков. Помимо этих недостатков, я не буду показывать, я очень боюсь за эти тени. Вот Татьяна, моя подписчица, которая прислала эти тени, вторая палетка, пришла ко мне вот в таком вот виде. И Татьяна меня предупредила и сказала, чтобы я не пугалась. Я немножечко, когда делала сводчи, даже припечатала пальцем оттенки, они были совсем наглухо разбиты. Татьяна меня предупредила, что у нее они вывалились, как в видео у Тати. Можете посмотреть видео у Тати Наташи Динона. Она просто держит ее, открывает, у нее так шмяк и падает. И на мой взгляд, когда ты делаешь, да, классного качества тени, да, несомненно, они ни на что не похожи. Но если ты ставишь такую цену за них, то постарайся как-то сделать такую упаковку, из которой тени не будут вываливаться. Как я понимаю, вот эти кремовые тени, они немножечко ссыхаются. Такое же свойство у теней Color Pop у некоторых оттенков. Они ссыхаются немножко в банки и выпадают. Но у Color Pop это происходит, ну, у меня, по крайней мере, ни разу не было, чтобы у новых такая штука была. Бывало, что приходили разбитые именно их. Если уронить, они разобьются. Но чтобы они ссохшимися приехали и выпадали из-за этого, такого не было. Со временем бывает, что они у меня ссыхаются и такие от вот этих вот краев баночки отстают. Здесь, если такая штука сразу, я рассуждаю так, что если ты делаешь такую, я бы назвала это профлюкс. Это не люкс и не проф, это профлюкс. Потому что, ну, это мега крутые тени. Но, блин, если ты делаешь такую цену на тени, если ты их так позиционируешь, если они такие крутые, они действительно крутые, ну, будь добра сделать такую упаковку, чтобы придумать, чтобы они не выпадали. Конкретно вот этой палетке, например, потому что мне не очень цветовая гамма. Не могу простить такого, например. Вот в этой палетке мне нравятся цвета. Я бы, может быть, купила ее. Но меня вот останавливает вот этот фактор. Фиг ли, блин, покупать, когда там тени разваливаются? По мне это очень неприятно. Это какой-то непростительный косяк. Ну и плюс, если вот мое предвзятое мнение взять, то я не могу, Наташа, простить, что она сюда коричневый не добавила. У всех, кто покупает подобные палетки необычные, у них есть уже какие-то обычные палетки. Ничего там не составит труда взять коричневый из другой палетки. Но можно было бы сделать шестой оттенок, чтобы она была более универсальная. Чтобы человек не брал 25 палеток куда-то, например, в поездку, взял одну, и ей мог бы сделать вот красивый коричнево-голубой макияж. Но я говорю, это мое предвзятое очень мнение. Мне именно, мне не нравится вот такое вот сочетание. Не очень нравится, когда прям рыжий и голубой. Потому что грязь, потому что не очень. Я когда делала свочи еще этой палетки и второй палетки, у меня пришла такая ассоциация в голову. Знаете, есть такой бренд косметики, Мэкап Ателье, который лет 6-7, там, 8 назад у нас был в стране очень, у нас и в Украине был очень популярен. Среди визажистов был настолько популярен, что, ну, вообще в то время еще не было вот этого возможности купить повсеместно на сайтах или, там, в России у нас, у посредников даже какие-то палетки, там, Туфейст, Анастасия и так далее, были с этим проблемы. Да и вообще не сильно в этом разбирались. У нас был бренд Мэкап Ателье, есть школа Мэкап Ателье, бренд Мэкап Ателье. У них пятерки теней, каждый из которых, я напишу, сколько стоит сейчас, но даже тогда, 7-8 лет назад, это была очень дорогая цена, одна палетка стоила в районе двух с лишним тысяч рублей. Ну, хотя сначала, наверное, когда я начинала работать, ну, визажистом, что-то там меньше двух тысяч рублей, но в районе двух тысяч, а потом цена увеличилась. И вот в данный момент, когда я перепробовала уже огромную кучу разной косметики, не французской, как Мэкап Ателье, а американской, вообще всякой разной, поняла просто, какого бывает шикарного качества тени. И что тени могут стоить, как пятерка Мэкап Ателье, а качество быть в миллион раз лучше. Когда тени сами тушуются, сами наносятся, с ними нет никаких проблем, в отличие от Мэкап Ателье, я поняла, что Мэкап Ателье, ну, неоправданно дорого стоит ли и стоит. А некоторые визажисты до сих пор только на них работают по старой памяти, потому что школа конкретно обучает на них. И вот это вот очень, конечно, вообще неприятно, потому что Мэкап Ательешные тени давно уже стали каким-то гэ. Ну, вот правда, вот намного лучше есть тени. И вот у меня прошла такая параллель тени Мэкап Ателье и тени Наташи Динона. И цена у них, ну, если брать цену Мэкап Ателье в России и цену Наташи Динона, да, на сайте Наташи Динона, примерно, примерно цена практически одинаковая. И вот если сравнить эти говеные тени Мэкап Ателье с тенями Наташи Динона, эти пятерки, то понимаешь, что, ну, блин, ни в какое сравнение они просто не идут. И если сравнивать с тенями Мэкап Ателье, то Наташи Динона стоит, можно за нее заплатить, значительно дороже, в разы дороже. У нее действительно шикарнейшие качества. То есть тут смотря с чем сравнивать. Я как человек зажравшийся, который может сам заказывать косметику из-за границы, не боится это делать, я уже не готова, например, за Анастасию, там, заплатить в России, ее купить, переплатить. Еще непонятно, настоящая она будет или левая. Я уже как бы рассуждаю так, что я вот Анастасию могу купить за 42 доллара, ну, плюс там доставочка. Все дороже, но она дороже и не стоит. А если отталкиваться от цены на Мэкап Ателье, то, блин, Наташа Динона, это просто гений, гений косметики. И у нее совсем недорогие цены и все такое прочее. Вот у меня тени сейчас просто лежали, я их не трогала, никуда не перевозила, ничего. Они у меня просто лежали, даже не знаю, как показать, чтобы они не выглядят. Здесь вот, возможно, видно почему-то какие-то кусочки теней. Вот так себя ведут эти тени. Ничего не делала, как будто, блин, уронил. Вот такой вот обзор у меня получился. Надеюсь, он будет для вас интересным и полезным. Если вы до сих пор не подписаны, обязательно на меня подписывайтесь. В ближайшем будущем будут другие обзоры на всякие разные палетки. И на Наташу, и на другие палетки. И обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта палетка и хотели бы вы ее купить или нет. Желаю вам солнышка, отличного настроения, классной качественной косметики и весны. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok